мой подписчик юра ткаченко прислал мне на почту критическое письмо я обязан его зачитать полностью это письмо касался моего недавнего репортажа по поводу красноярского депутата владимир владимирова вот послушайте письмо она очень важна юрий анатольевич а не переборщили ли вы в последней передаче не поймал ли господин гемельфарб звезду что стал ставить себя выше общество и выше своих соотечественных которые с вами живут в одной стране нравится вам это или нет но это граждане вашей стороны ваши юрий анатольевич соотечественник которых вы в данном случае речь не идет конкретно о господине гемельфарбе а либералах считайте за людей второго сорта которых вы презираете ненавидите а это очень хорошо чувствуется и видеть со стороны и меня допустим как гражданин другой стороны некоторые высказывания в отношении ваших граждан коробит и у желание помочь разобраться найти какой-то компромисс у вас скобках либералов нет ни в каком приближении послушать ваше высказывание так там вообще язык ненависти и злобы ваться по цариоты скрепы дубиноголовы и так далее и вы либералы вот после таких постов и после таких высказываний в адрес ваших ну или не ваших ну как вы их считаете или относится соотечественников хотите чтобы они разделяли ваши взгляды чтобы они за вас проголосовали на выборах ну ну халопа говорите юрий анатольевич ловко вы вчера накрутили я когда слушал вас сразу поисковике вбил фамилию этого депутата чего этого юрия анатольевича не сказали вчера между делом что его не оправдали подчеркиваю не оправдали а именно закрыли дело за то что прошел срок исковой давности по этому делу дескать надо было раньше подавать иск а так три месяца прошло ничего не было значит на этом основании суд отказал формально неформально нравится не нравится но это закон в англии германии сша и так далее будь такая статья которую вменяли этому депутату если бы там так было там его суд просто поступил так как и в россии какие претензии к суду или обществу не знаю путину медведеву если срок подачи заявления прошел будет такая ситуация в любой из этих стран приметом суд такое решение вся ваша либеральная рать это приняла и слова бы не сказала слова кривого бы не произнесла а тут пошла душа в пляс халопы пришли за вашими детьми ну откуда вы знаете как реагировали и реагируют родители этого парня как у них сейчас на душе и что они делают чтобы не травили их сына думаю не знаете знать не очень-то хотите да и не судьба этого парня вам либералам важна и нужна хайп ненависть недовольство вывести народ на улицу чтобы массово не подчинялся вот что вы хотите добиться как грузии киргизии украине вот что вам нужно любые поводы для недовольства и разжигания этого недовольства вы ищете вы не настроены на компромисс или сотрудничество на решение совместных проблем страны нужен хайп ненависть и недовольство вот такое мнение у меня про либерал я не поддерживаю ваш режим да и дела мне до этого нет никакого но от либералы те кто так идут и жажда от этой власти не получают у меня чувство поддержки не получают мерзко мне от вы их высказывания и действий их политики для начала поясню свою политику я против травле парня и никогда этим не занимаюсь ошибиться оговориться так что понять не сразу возможно может каждый вот мы люди все мы люди все ошибаемся все делаем иной раз глупости главное после этой ошибки стать умнее двигаться дальше чего я этому парню и желаю но вы юрий анатольевич почему не упомянули что срок по этому делу истек почему его депутата сует не затравлю за распространение демонстрацию нацистской символики вот почему это не осветили а сразу кинули обвинение в адрес ваших сограждан придут за детьми вон у вас стране произошел случай в волоколамске 50 детишек траванулись вон как родители подняли протест и вышли а вы говорите придут за детьми слишком вы юрий анатольевич низкого мнения о ваших соотечественниках не моих а именно ваш не стоит может быть высказывать такое презрение к своим соотечественникам гражданам вашей страны вашей юрий анатольевич у которых такие же права и мозги хуже лучше умнее глупее как и у вас чего вы считаете что вы лучше их что у вас больше прав как то так хорошее письмо и она своевременная и давайте мы с вами юра разберемся как обстоят дела на самом деле давайте мы с вами юра пойдем прямо вот по тексту вашего письма письма очень вежливо и корректного говорю сразу но будем анализировать его смысл ну во первых говорить о том что юрий днемельфар болен звездной болезнью но это по меньшей мере нелепо я не вижу оснований для того чтобы упрекать меня в том что заболел звездной болезни нет о том что у меня ненависть и презрение к моим соотечественникам это тоже не так и кстати говоря слова вата дубиноголовый я лично никогда не употреблял в своей речи слова поцариоты скрепные это было не спорю несколько раз я употребил это эти термины тут вопросов нет но давайте вот мы рассмотрим одну фразу что вас коробят некоторые высказывания в отношении россиян в отношении сограждан скажите юра а вас не коробят фразы и высказывание соотечественников в отношении людей которые придерживаются иной точки зрения я имею ввиду ну патриотов вы поймите ну как-то нам действительно надо употреблять как какую терминологию вы употребили вам нравится слово либерда ну давайте будем говорить либералы и противоположным стороне на противоположной стороне стоят нужно давать их условно назовем патриоты если вам не нравится этот термин предложите другой мы это обсудим и так вот вас это не коробит вас не коробят высказывание причем не в блогах не на каналах на ю тубе а на сервильных сми те выражения как и те обвинения которые позволяют себе маститые журналисты например вас не покоробило то что владимир рудольфович соловьев обвинил вот либеральную публику он назвал двумя процентами дерьма а также высказал идею что все у кого есть мобильные телефоны и гаджеты это дети коррупционеров скажите а это вас никак не покоробило а ну нет так нет хотя я всегда считал что рано или поздно терпению людей заканчивается и аналогичная риторика пойдет и с другой стороны но впрочем сторону риторику тут интереснее другого вы меня упрекнули юра в том что я не сказал не акцентировал внимание на том что в отношении депутата из города красноярского зак собрания владимира владимирова который сделал калаш в отношении школьника из нового уренгоя николая десятниченко там просто прошел срок исковой давности а и поэтому закрыли дело а его не оправдали а это с точки зрения права действительно разные вещи вы безусловно правы и я приношу свои извинения за неточность формулировки но если уж цитировать вашу покорном слугу то согласитесь юра корректно цитировать до конца я сказал что это отношение какого значения не имеет абсолютно никакого значения не имеет давайте мы с вами подумаем а сколько подобного рода дел было возбуждено и доведено до уголовного преследования в отношении простолюдинов назовем их так в отношении простых россиян за самые невинные лайки и репосты по которым уже срок давности давно истек вас вот юра это не смущает давайте уж да я покаялся я сказал да я формально был не прав ну вы мне на это что-то хотите ответить а ну нет так нет это как говорится дело хозяйское с другой стороны вы на мой взгляд совершенно правильно поставили вопрос и абсолютно правильно сформулировали что в англии сша германии так далее если бы суд вынес такое решение то все бы заткнулись совершенно верно но давайте мы сравним суды судьи соединенных штатах насколько мне известно они избираются суд в англии и германии никто не упрекал в ангажированных политических процессах ну по крайней мере вот за последние пару десятков лет но не было такого давайте уж будем справедливы и с другой стороны давайте и по-другому поставим вопрос а вообще вот политические процессы они разве заканчиваются только решением суда я имею ввиду в отношении депутатов вот подобного рода обвинения я просто предлагаю вам юра задуматься над простым вопросом что было бы раз уж мы употребляем раз вы употребили термин название стран англия германия сша что было бы вот в этих странах если бы к примеру вот такого депутата как леонид слуцкий обвинили бы в хоросминте или такого депутата как владимир владимиров из красноярска его бы безо всякого суда просто была бы газетная статья на тему того что подобный человек облаченный такими властными полномочиями травит мальчишку я задаю риторический вопрос как вы думаете юра как долго этот депутат оставался бы еще при своих полномочиях напротив юра я предлагаю вам и нашим уважаемым зрителям просто задуматься существует ли вообще в современной россии понятие репутация я имею ввиду репутация для чиновников для депутатов и тому подобной братья вообще вот это понятие она употребима она существует когда господина шувалова обвиняют мягко говоря в коррупции при этом он просто отмахивается от того что да это ерунда и все на этом разговор считается исчерпан когда депутата государственной думы леонида слуцкого обвиняют в харассменте а при этом вячеслав володин председатель госдумы он заявляет журналистам не хотите считаете опасным сюда ходить меняйте работу кстати говоря именно поэтому я по отношению к государственной думе и употребил термин бордель далее юра вы пишете две вещи что с одной стороны я не знаю как реагируют родители николай десниченко и тысяч подобных детей и с другой стороны вы упрекаете в том что моя задача там только хайп и вызвать ненависть недовольство и вывести народ на улицу ну разберемся вначале со вторым дело в том что опять же юра я это повторяю уже по моему сотый раз я журналист а не политик моя задача заставить людей думать показать им факты показать как это выглядит и не более того а решение принимают люди и только люди и вот кстати это же этот же посыл он является ответом и на первое ваше утверждение что я не знаю как реагируют родители этого парня и что у них на душе и так далее и тому подобное что вам мерзко ну минуточку а я вижу как люди реагируют я слышу за и вижу ролики которые распространяются в том числе и на ютубе что когда только за поддержку алексей навального родители не ставят директор на место а начинают униженно оправдываться когда я вижу что в ответ на травлю мальчишки родители не предпринимает никаких действий ну а минуточку а как мне на это реагирует я это показываю я показываю как это выглядит но кстати говоря это совершенно не означает что я низкая низкого мнения о своих соотечественных кстати раз муж упомянули николай десятниченко то я не согласен никак не могу согласиться с вашей фразой что он ошибся он оговорился и так далее я не считаю это оговорка я считаю это нормальным нормальной фразой которая характеризует молодого человека как гуманного и современного я не считаю что он сказал что-то не то наоборот я считаю что на него накинулись совершенно не по делу и оговоркой его фразу я бы не считал но это как говорится мелочи что касается презрение к моим соотечественникам то презрение конечно у меня к ним нет никакого я лишь называю вещи своими именами как это выглядит со стороны не более того и в заключение юра я хотел бы чтобы справедливости ради мы оговорили одну очень важную вещь вы понимаете если уж мы заговорили о презрении о ненависти то давайте мы будем справедливы не я не мои единомышленники мы никогда не говорили о том что всех тех кто думает иначе нежели мы нужно расстреливать нужно ссылать на колыму нужно совершать разные жестокие действия я не могу их озвучить иначе мой мой репортаж просто сейчас youtube забанит и сделает это совершенно правильно потому что я не берусь про прочитать вам и сотую долю тех добрых в кавычках пожеланий которые мне доводится читать в комментариях ежедневно впрочем и вы их тоже можете прочитать и ознакомиться так вот я себе подобного не позволял никогда и мои единомышленники и люди которых я считаю друзьями и безусловно уважаю тоже не позволяли себе ничего подобного но у меня в этой ситуации возникает один вопрос юра уже к вам а никак кажется ли вам что предъявляя подобного рода претензии мне и либералом в моем лице вы не предъявляете подобные претензии к другому к противоположному лагер вам не кажется юра что это ну я очень мягко скажу что это двойные стандарты вот подумайте над тем что я сейчас сказал